Есть такая техника маскировки. Чтобы оставить белое пятно, нужно его чем-то закрыть. Либо ты его обводишь, а можно просто взять резиновый клей и просто намазать. Профессиональными секретами Михаил Ковалев с удовольствием делится с коллегами. Почти у каждой картины своя история написания, а их на выставке около 170. Особое место в экспозиции занимает работы, посвященные городу Видное и его окрестностям. В творческом арсенале этого художника очень много работ связано с нашим видновским краем. Очень много нашего любимого древнего храма в селе Остров, церковь, преображение Господня. Целых 3-4 изображения этого храма данного художника. Видно, Михаил Ковалев переехал в 2003 году и сразу влюбился в этот город и его архитектуру. Тогда в творческом арсенале художника стали появляться первые работы городских улиц, скверов и домов, выполненные маслом, акрилом, пастелью. Но все-таки любимая техника художника – акварель. Не могу там куда-то поприехать и ничего не нарисовать. Что-то гложет, что-то, да, я ничего не сделал. Хотя, конечно, есть фотоаппарат там, да, но он не доставляет такое вот это, как сказать, удовлетворение до такого выплеска энергии. И эту самую творческую энергию художник начал выплескивать на холст еще в детские годы. Он всегда участвовал в школьных конкурсах, а во время службы в армии уже рисовал с натуры портреты заслуживцев. А потом был Московский архитектурный институт и насыщенная работа над созданием интересных проектов – многоэтажных домов и жилых комплексов в Рязани, в Москве и области. Интересный и самый сложный проект был вот этот вот, Академия ГПС МЧС. Там был и спортивный зал, и тренажерный зал, и статаловый. Педагог по изобразительному искусству Ирина Иванова с профессиональной точки зрения оценила выставку своего коллеги и осталась под большим впечатлением. Чудесные акварели, абсолютно чудесные. Здесь есть и масляные работы, но это что-то такое родное, близкое, теплое, потому что очень много деревенских пейзажей. И на одной из картин даже есть мой родной город Рязань. Работы художника неоднократно были представлены в Москве и в районном историко-культурном центре. А вот создать персональную выставку Михаил мечтал давно. Его желание поддержала супруга Любовь, которая помогла выбрать картины для экспозиции. Даже несколько. Да нет, у меня много любимых картин здесь, но мне вообще нравится больше там, где изображены на его картинах или храмы, или дома. И дополнены вот как бы уже там пейзажами. Впереди у Михаила большие творческие планы, конечно, участие в конкурсах. Стоит отметить, что одна из его работ «Улица Школьная» в прошлом году заняла первое место в районном конкурсе. И на этой выставке она привлекла внимание почти каждого зрителя. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.